так всем привет надеюсь меня слышно видно сори что произошла задержка так ну что начнем тогда раз задержка такая была попытался подключиться через комп как это какой-то травма случился с телефона поэтому презентацию презентацию мы выложим чуть чуть позже вот самого самого моего выступления о чем я сегодня вам хочу рассказать тема такая достаточно животрепещущая и серьезная вот тема тема это кадры кадры и amazon amazon и кадры и все что нужно нам для того чтобы все кто нужен нам для того чтобы построить успешный бизнес вот вижу что кто-то уже реагирует значит трансляция есть офигенно вот лан тянуть не будем потому что и так у меня дождались еще раз ребят извините я просто лайвы не так часто провожу нет не так публично поэтому с этим все сложно поехали ребят в двух словах о себе кто не знает меня зовут денис бородака вот я почти четыре года занимаюсь амазоном ну и вообще и коммерсом не только амазоном занимаюсь амаза не продаю на озоне на wildberries продаем собственных сайтов использовали какое-то время shopify платформу сейчас меньше используем почему у меня есть опыт кадров почему я об этом вообще могу говорить потому что ну начиная наверное с 17 лет после выпуска из школы я поступил в военное училище институт у нас назывался и там я сразу стал руководителем типа заместителем командира взвода у меня было 30 человек подчинением потом старшиной не было сто человек в подчинении то он и в итоге вся моя карьера строилась так что у меня вот практически после школы всегда был кто-то в подчинении я начинаю вот больших каких-то количестве заканчивая уже после того как я получил высшее образование я там уволился из армии начал работать в иностранных компаниях типа как лариаль там big там табачные компании вот и там точно так же мне приходилось постоянно делать выстраивать команды выстраивать команды чаще всего с нуля то есть я приходил на какой-нибудь площадь типа там города челябинска из которого я кстати или там территорию урала и мне приходилось выстраивать структуры параллельно описывая и применяя процессы под эти структуры я это делал поэтому и под amazon мне это относительно было легче я кто меня знает я пришел когда на amazon я начал сразу не с того чтобы я там начал работать и процессы там отложить и так далее я начал то что начал нанимать все помощников и людей вот для того для того чтобы мне было легче как только я проходил какой-то определенный процесс вот то есть ну я прошел допустим research да я его освоил я потратил там не знаю сто там сто пятьдесят двести часов на research я понял как это делать я уже дальше не этим не занимался а занимался тем что искал человека который будет это делать и в принципе так я поступал всегда на всех своих во всех своих родах деятельности вот собственно говоря поэтому на амазоне мне было достаточно легко так ну с предисловием закончили давайте теперь пойдем по нашему нашей презентации просто расскажу как как мы ничего делаем вот о чем будем говорить мы говорим будем говорить о том как мы нанимаем людей кто это такой хороший сотрудник кто такой плохой сотрудник вообще бывают ли хорошие или плохие сотрудники таких вещах будем говорить о том я буду говорить о том как искать этих людей где их искать как подбирать какие есть стадии подбора там критерии вот я расскажу как их обучать как мы по крайней мере обучаем как мы формируем базу обучения, как мы все эти моменты делаем. Я расскажу о штатной структуре, которую я вижу на текущий момент. Все вещи, о которых, кстати, я буду говорить, они достаточно субъективны, они могут быть применимы или не применимы. У меня они работают, поэтому я о них и рассказываю. Я расскажу о мотивации, как мы мотивируем людей, какие мы мотивацию используем для разного вида и разного типа должностей. Расскажу, как мы развиваемся и растем вместе, и расскажу, с помощью чего мы управляем задачами, как мы вообще определяем, как у нас идут процессы, как они изложены, что мы используем для того, чтобы ими максимально эффективно работать. Собственно говоря, поехали. Первое, о чем я хотел сказать, это есть ли вообще хорошие сотрудники, и кто такой хороший сотрудник, кто такой плохой. У нас есть часто такое, на мой взгляд, ошибочное мнение, что вот это хороший сотрудник, это плохой, это хороший человек вообще, это плохой. Вы найдите хоть одного хорошего человека, который хороший относительно всех, или там плохого человека, который плохой по отношению ко всем. Даже взять самого плохого человека по отношению к кому-то он хороший, кто-то его любит, представляете? Вот точно так же и с сотрудниками. Есть люди, есть сотрудники, есть вообще кандидаты, сотрудники, люди, которые подходят под определенный тип должности, а есть те, которые просто не подходят под определенный тип должности. То есть, если мы возьмем человека с фантастическими способностями, с каким-нибудь степенью в области математических, каких-нибудь наук и так далее, то он совершенно ничего не сможет сделать, если ему придется поработать с клиентом, который оставил нам негативный отзыв, и которому нужен очень тщательный, детальный подход, его нужно понять, ему нужно определенную эмпатию проявить, с ним нужно проработать и показать часть души. Но зато совершенно наоборот мы найдем самого дружелюбного человека, который убедит любого, который уговорит любого, который может очень здорово решить любую проблему, но дать ему элемент математики, и он, как правило, там захлебнется. Поэтому мы всегда говорим не о хорошем или плохом человеке, мы говорим о человеке, который подойдет или не подойдет на ту должность, закрыть которую нам сейчас так необходимо. Вот, то есть второй момент, кроме того, что человек может подходить или не подходить, он может быть замотивирован или не замотивирован. То есть даже самый крутой специалист, даже самый вообще большой спец в любой области, он может работать в одной компании прекрасно, а в другой компании он может полностью провалиться. И вы прекрасно знаете себя, сами даже знаете, что на определенном этапе вы можете очень круто работать, на определенном этапе вы можете работать совершенно неэффективно. Это зависит от вашей мотивации, просто от стимула, есть он или нет в данный момент, работать на максимум, работать эффективно, работать круто. Ну и третий момент, на который мы обращаем внимание, это комфорт, комфорт внутри команды. То есть насколько человек, он внутри команды чувствует себя хорошо или плохо. И мы, ну когда берем сотрудников, мы проверяем их, сейчас я чуть ниже расскажу как, мы проверяем их, насколько, один из элементов проверки, насколько круто человек будет чувствовать себя в команде. Вот, то есть мы даем какие-то тестовые задания общие, мы даем сразу же моменты для взаимодействия внутри команды какие-то. Вот, то есть для того, чтобы оценить здорово ли чувствовать себя человек внутри. Итак, двигаемся дальше. Пять этапов подбора у нас есть. Первый этап подбора, ну вообще отбора, так скажем, который мы производим, это какой-то базовый момент, когда мы просто берем и отсеиваем, ну просто лентяев, отсеиваем людей, которые на самом деле не хотят здесь работать, отсеиваем людей, которые считают что-то, какие-то любые элементы деятельности выше своего собственного эго и так далее. Мы просто даем тайпинг-тест или любой другой какой-нибудь примитивный тест. Тайпинг-тест, вы знаете, это тоже тест на скорость печати. Вот, то есть это примитивный тест, который просто позволяет отсеять человеку, который не может потратить минуту на то, чтобы пройти этот тайпинг-тест. Нам вообще скорость печати не важна. Да, и вы можете любой другой тест придумать какой-то, который, ну просто вот для себя уникальный, для своей компании уникальный, который в первую очередь пройдет кандидат, но при этом это может быть вам не настолько сильно важным, но при этом человек должен проявить свое желание работать. Да, просто он готов любые вещи сделать для того, чтобы на данный момент пойти и присоединиться к вам в команде, отдать себя, отдать свои силы, отдать свое время, отдать свое внимание в лучшие какие-то моменты. Вот, это первое, что мы делаем. Второе, на что мы проверяем, это тест английского языка. То есть, ну, мы работаем на Амазоне, хотя, как я сказал, у нас есть и Озон, и там Вайлберис, и там другие какие-то площадки, беру еще какие-то площадки, мы пытаемся сейчас покрывать, вот, подписываем там контракты. Но больше всего понятно, что нам нужен английский язык, и есть определенный уровень английского языка, вы, зайдя в Google, можете спокойно найти тест на английский язык. Мы используем такую платформу, как TestServer, там есть всякие разные тесты, есть тесты, которые там в бесплатном доступе, есть в платном доступе, а есть тесты, которые мы просто можем загрузить туда и так далее. Есть наиболее распространенный вариант, типа Server Monkey, на который вы можете найти тест или сами составить тест, загрузить туда и давать доступ точечно к кандидатам, которых вы привлекли. То есть, это, ну, мы проверяем знание английского языка. Безусловно, знание английского языка, допустим, для PPC менеджера и для Customer Service, это кардинально два разного уровня, то есть, Customer Service должен очень здорово общаться, в том числе, там, использовать фразовые выражения, какой-то диалект, там, и так далее. PPC менеджеру вообще не обязательно знать так сильно, не всегда обязательно, скажем, знать так сильно английский язык, поэтому для него, ну, другой уровень для нас подходим. Вот, третий тест, который мы используем, это наиболее, наверное, важный с точки отбора лично для меня, я рекомендую всем руководителям, кто ищет себе именно команду, команду комфортного партнера, это личностный тест, это тест, когда мы определяем уровень личности, комфортно ли нам будет с этим человеком. Об этом я чуть-чуть позже и подробнее остановлюсь сейчас, после того, как озвучу два следующих этапа отбора. Четвертый этап отбора – это тестовое задание. Это тестовое задание, я всегда люблю давать тестовое задание, максимально приближенно к той работе, которую необходимо будет делать. Если вы ищете работу на кастомер-сервис себе, дайте ему самый плохой отзыв, который к вам когда-либо приходил, и пусть он на него придумает ответ. Ответ тот, который удовлетворит вас, и как, по вашему мнению, удовлетворит клиента, который вам этот плохой отзыв оставил. Если это PPC-менеджер, даже если он без опыта, ну, там мы на PPC-менеджера берем, допустим, менеджеров с опытом какого-нибудь Google AdWords или там Яндекс.Директ или еще каких-то вещей, то есть дайте ему задание по менеджеру, по подсчету конверсии, там, трафика, CTR-а, там, по подсчету количества кликов его бюджета, потраченного на необходимое прокликивание. Тут, ну, конкретное задание на то, что человек будет выполнять. То есть так вы поймете, на самом деле, имеет ли человек представление вообще, что ему необходимо будет делать или нет. Ну и пятая, пятая и решающая стадия – это, как всегда, конечно же, собеседование. Я не любитель вбрать на собеседование много людей, вот, я люблю на собеседование взять 2-3 человека, из которых я точно понимаю, что все 2-3 человека, они подходят уже мне, но дальше мне просто нужно будет выбрать, с кем я поговорю и кто мне больше интуитивно понравится. То есть интуиция – супер важный момент в этой части. Так, поехали по пунктам, еще чуть более раскрою эту вещь. Первое – это, ну, я не буду останавливаться на тайпинг-тесте на тесте английского языка, это просто вы найдете в гугле, там, это не такая ценная информация. Ценная информация – это личностный тест. Личностных тестов их тоже очень много. Мы используем тест Колби, мы используем тест Адизеса, мы используем там разные другие тесты, сейчас мы тестируем совершенно там свои методики, о которых я пока не рассказываю, потому что они недотестированы, мы не получили еще нужные результаты. Но, в принципе, тест Колби вполне достаточно адекватный, описывает вам того человека, который стоит перед вами и с кем вам придется сотрудничать. Чуть-чуть немножко более углублюсь в это. Тут, конечно, все зависит от вашей потребности, от методики подбора, потому что в моем случае я всегда подбираю человека, который будет со мной, что называется, Lifetime Value. Я с клиентами пытаюсь построить бизнес, с моими, те, кто покупает мои товары, Lifetime Value, да, я ценю клиентов, собираю их там, e-mail адреса, базы, все это все вы знаете, что это такое для того, чтобы построить с ними бизнес до конца их жизни. Я строю такое же самое со своими партнерами, я пытаюсь найти таких подрядчиков, которые будут со мной весь жизненный цикл, по крайней мере, компаний, вот. И я сотрудников подбираю, желательно весь жизненный цикл, даже не только компании, а ко мне. Я понимаю, что это мои наиболее близкие, такие, знаете, бизнес-друзья, инструменты, с помощью которых я буду реализовывать свои идеи, и компания будет развиваться. Поэтому личностный тест и определение типа личности, подходит ли он лично мне, это супер важно. Для начала первое, что нужно сделать, это самому пройти личностный тест. Я когда проходил личностный тест, я даже, ну, примерно предполагал, кем я являюсь, да, там, по личностному тесту, по тесту Колби, я на самом деле являюсь командиром, вот, и чаще всего у бизнеса либо командир, либо стратег, у бизнес-лидера, я имею в виду, такой тест, но это не значит, что если у вас другой там тип личности, то бизнес это не для вас, вот, то есть, первое, вы исследуете самого себя, и затем вы просто исследуете каждого человека, даете тест каждому человеку, который проходит отбор, с целью среди них выбрать тех, кто, ну, какой тип личности наиболее близкий вам. Можно обойтись гораздо проще, можно найти тесты, которые говорят, там, холерик человек, сангвиник, флегматик, меланхолик, эти понятия все всем известны, и вы просто можете найти человека хотя бы по этим характеристикам, нужен ли вам энергичный какой-то сотрудник, который будет вас потом кормить энергией, и там постоянно взрываться, и, там, смеяться, улыбаться, там, давать плюсы-минусы вашей, ну, вам конкретно, либо вам нужен спокойный совершенно человек, который будет работать где-то там удаленно, раз в неделю выходить с вами на связь, рассказывать вам, что он сделал, или даже не рассказывать, а просто писать, и, ну, просто обмениваться информацией. Это, что называется, up to you, это вообще близко абсолютно к каждому, каждый должен сам решить, что именно ему нужно. Вот. Поэтому личность теста, он об этом говорит. Кроме этого, мы еще использовали такую штуку, сейчас мы что-то как-то с этим меньше используем, но все-таки мне нравится, как это делается, этот тест на, ну, как вариант запросить просто кандидата, записать видеопрезентацию о самом себе, там, на 5-7 минут, вот, и прослушать ее, а самое главное, первый раз даже прослушать ее без звука, выключить звук, и посмотреть на мимику, жесты, на эмоции, насколько вам близко вообще, вот, насколько ваши интуиции, близкий этот человек, представьте, что он с вами бы сидел рядом за столом с оловинями, и, ну, вы просто понимали, это, это, ну, Это подходящий вам человек по духу, это подходящий вам человек по нраву, это подходящий вам человек по поведению, по энергетике. То есть вот такие важные моменты, я на это обращаю больше внимания, чем, наверное, кто-либо другой, но мне это точно дает результаты, потому что когда люди одного характера, одного типа личности, одной какой-то направленности, одних целей со мной, мне гораздо проще с ними выстраивать любые отношения, мне гораздо проще с ними преодолевать проблемы, мне гораздо проще с ними их мотивировать и просто один на один общаться, какие-то новые планы выстраивать и так далее, потому что они меня понимают, мне гораздо проще, в конце концов, с ними просто посидеть, вместо там, очень часто бывает, что там на 30-минутном каком-нибудь созвоне мы 20 минут просто сидим ржем, просто смеемся на какие-нибудь темы вообще, и мы чувствуем, ну просто чувствуем друг друга, мы чувствуем, что мы друг с другом вместе, для меня это важнее, нежели обсудить какое-то дело и обсудить как какой-то бизнес-юнит там, вот, часто важнее, потому что я понимаю, что это в долгую перспективу такой некий клей, который склеивает команду, вот, собственно говоря, это, наверное, самое длинное, на чем я хотел остановиться, это личностный тест. Следующее, к чему хотел перейти, это тестовое задание, вот, относительно тестового задания, мы делаем, ну, три проверки, там, минимум три проверки, которые будет выполнять сотрудник, первое, это проверка на честность, вот, кроме, кроме самого задания, как я вам сказал, про задание я уже вам описал, что задание это просто та вещь, которую человек выполняет, да, в рамках его обязанностей, вот, вы должны конкретно четко описать ему задачу, он должен прислать ответ, вы с ним ознакомиться и понять, человек понимает, что нужно будет делать или нет. Кроме этого, мы проверяем человека на честность, то есть, я часто люблю поставить нереальную какую-то задачу, ну, просто в задании, в тестовом дать, что у вас есть 100 долларов, вам надо продать на 5000 долларов нашего товара в рекламу за первую же неделю, ну, или что-нибудь такого из разряда бредового совершенно. И здесь у вас два варианта, либо вы получите от человека правду, что он скажет, ну, блин, это нереальная задача, и все, и это очень круто, когда есть такие люди, которые говорят, что это нереальная задача, и смело могут об этом признаться, значит, перед вами честный человек, который, ну, полностью понимает, о чем идет речь, и не будет вас обманывать. Либо, может быть, это гений, который придумал, как за 100 долларов продать на, там, 10 тысяч, или даже на 50 тысяч долларов, за 100 долларов рекламного бюджета, имею в виду, вот, и, ну, вы получите какое-то гениальное решение. Хуже, когда вы увидите какие-то извороты, какие-то, а вот если было бы так, то было бы по-другому, а если бы у меня было бюджетом, то у меня было бы лучше, а если бы вот тут бабушка, вы знаете, что там было бы дальше. Вот, собственно говоря, это первое. Вторая проверка – это на внимательность. Тест, мой любимый тест, кто меня знает, я в письме тестового задания всегда пишу, что ответом, ну, часто пишу, что ответом на тестовое задание в графе письма, в поле письма «Тема» должна быть цифра, которая равна корень из 289. И если это не 16, то я даже эти письма не читаю. То есть, ну, как бы, если это должность, на которую требуются сильно внимательные люди, то мне нужны правдовнимательные люди, а не те, которые псевдовнимательные или написали какую-нибудь ересь в тексте, в поле письма, типа «Я самый лучший кандидат из всех, которых вы подбираете». Вот. И третье – это проверка на уровень коммуникабельности, которую вы можете ввести. Я здесь всегда предполагаю, что лучше сделать с уже существующими вашими сотрудниками, если они есть, если это не первый ваш сотрудник, коллаборацию. То есть, уважаемый кандидат, тебе нужно связаться с таким-то человеком, условно, мы предупреждаем нашего сотрудника об этом, что ему придется что-то сделать, и совместно решить какую-либо задачу. Это может быть даже совершенно простая задача, типа там вместе разработать дизайн вкладыша какого-нибудь, да, или там вместе определить там бюджет на рекламу, или вместе спрогнозировать продажи, или там любую какую-то вещь. Для того, чтобы… Здесь я больше спрашиваю своего сотрудника после взаимодействия, потому что, ну, сотрудник должен мне дать обратную связь. Ну, вообще, комфортно было, приятно работать с ним, он вообще видит в этом человеке потенциал и так далее. Есть еще такая штуковина, я недавно услышал, кстати, в этом говорил парень, который, по-моему, из Таджикистана, что ли, который на Амазоне работает, в Сиэтле, вот в этих сферах амазонских, который очень мне прикольное правило сказал, он говорит, когда на Амазон подбирают человека, то есть, что ты должен понимать для себя, что вот сотрудник, которого вы подбираете, он должен быть минимум круче, чем 50% действующих сотрудников, которые есть сейчас. То есть, он должен быть круче, меньше, больше, чем половина людей, которые у вас работают на текущий момент. Вообще, крутое правило для развития, вот, я его у себя на вооружение тоже взял, у меня хоть и немного человек, сейчас 5 человек у нас в команде, но когда мы там, сейчас мы новых людей набираем, мы ищем, сейчас постоянно людей, сейчас 2 там человек подбираем. Вот, я все время сравниваю так, насколько этот человек круче, чем те существующие на данный момент, которые есть. Если я реально вижу, что они круче, этих людей для меня, это серьезный знак, что компания с приходом этого человека будет расти. Вот такой тоже интересный лайфхак. Ну что, передвигаемся к собеседованию. Пятый, наверное, такой самый решающий этап – это собеседование, когда мы общаемся уже конкретно с кандидатом, обязательно это делайте через видео, обязательно смотрите на эмоции, обязательно смотрите в глаза. Но самое главное – это подготовка. То есть, на всех этапах, на этапах тестирования писем, тестовых заданий, там, вот этих личностных тестов, каких-то HR ваших или там наемных, или, ну, или, может быть, вы самостоятельно это будете делать, проводил там переписку, и есть какие-то определенные вопросы, на определенный момент эти вопросы нужно тщательно подготовить и задать их на собеседование. Может быть, вы сомневаетесь в искренности кандидата, в его намерениях. Может быть, у него семейное положение не суперкрутое, может быть, у него просто дома интернет недостаточно тянет для того, чтобы работать. Может быть, у него намерение просто получить от вас опыт, а не что-то вам дать. Может быть, еще какие-то моменты, их вообще огромная гора, и здесь нужно просто прочувствовать то, что человек дает. Я всегда советую простейшую книгу, на самом деле, Светлана Иванова, «Искусство подбора персонала». Это первое вообще когда-то то, что я там прочитал, прослушал, что мне реально дало толчок, как составить правильно вопросы для того, чтобы не получить социально значимый ответ. Вы знаете, что многие люди, ну, сами кто-то был наемным сотрудником, я был наемным сотрудником, я знаю, что на собеседование надо говорить, а что на собеседование не надо говорить. Многие это знают. Да, и многие получают работу не для того, чтобы попасть в какую-то команду, а для того, чтобы ведут себя на собеседование так, как будто они хотят понравиться. Вот этого надо сильно избежать. Первая фраза, которую я на собеседование говорю всегда, абсолютно, Но я говорю, так, значит, собеседование – это не когда работодатель подбирает сотрудника. Собеседование – это когда происходит такой товарищеский, практический диалог, когда мы находим друг в друге понимание, подойдете ли вы нам, а подойдем ли мы вам. И в конце собеседования у нас уже на 80-90% должно полностью сложиться мнение. И мы должны о вас понять, подходим ли мы вам. И вы должны понять, судя по манере нашего общения, по вопросам, по ответам, подходит ли компания вам, как компания, собственно говоря, как продолжение огромной части жизни, потому что работает огромная часть жизни для каждого из нас. Вот, то есть, собственно говоря, вопросы, которые можно задавать, вот именно когда вы прочитаете эту книгу Светланы Ивановой, и тот, кто будет особенно внимателен и найдет косяк в моей презентации, которую я уже, кстати говоря, допустил специально абсолютно, вот, тому я отправлю совершенно бесплатно все тесты, которыми мы пользуемся. И в одном из тестов на собеседование, которое я готовлю, там есть вопросы типа, ну, каким маршрутом вы ездите на работу, все время одинаковым или разным, или что вы хотите получить от отпуска. Вот, то есть, вопросы, на которые невозможно подготовить социально значимые ответы. То есть, это вопросы, которые либо, ответы на них дают мне понимание, либо человек подходит на должность, либо он не подходит на конкретную эту должность. Потому что человек, который занимается рекламой, он не должен разными маршрутами ездить. Да, он, ну, возможно, он должен где-то экспериментировать когда-то, но он должен совершенно четко двигаться по алгоритму. Логист, он должен двигаться по алгоритму. Он, может быть, что-то иногда там новых каких-то подрядчиков может взять и так далее, но он должен двигаться по четко прописанному вами алгоритму, прописывать логистику, отслеживать остатки там их пополнять и так далее. С другой стороны, маркетолог, человек, который отвечает за креатив, человек, который отвечает там за привлечение аудитории и так далее, он, наоборот, не должен мыслить одинаково, он не должен один и тем же маршрутом ездить на работу. Он должен всегда искать что-то новое, у него должен быть голод для каких-то новинок. Поэтому маркетологов мы, ну, в общем, опираясь на эти вопросы, их я задаю, у меня там, как, знаете, у Дудя, там, блиц-опрос, вот у меня тоже есть блиц-опрос на собеседование, порядка 30 вопросов я задаю. Именно вот таких жизненных, они не относятся к работе, к которым я получаю ответы, и потом, ну, есть ключ определенных разгадки, я составляю этот ключ и понимаю, так, этот человек подходит, он, допустим, менеджер или он маркетолог, или он логист, или он, там, управление, или он, там, стопроцентный подчиненный, которому нужно шаг за шагом показывать, что он делает, и так далее. То есть вот такие моменты фиксируем на собеседовании. Итак, подобрали человека, провели собеседование. Я не, ну, о собеседовании еще пару слов. Не рекомендую брать больше двух или трех собеседований на день. Я вообще на должность больше, там, трех-четырех собеседований стараюсь не брать. Ну, потому что все, когда вы проводите тщательный классный отбор, тогда к вам приходит человек, который вас не обманывает, хочет работать. Вы знаете, что он умеет работать, потому что он тестовое задание совершил. Он подходит вам как по типу личности, поэтому собеседование, это такое... Мне реально нравится собеседование. Правда, мне реально, я от этого получаю определенное удовольствие, потому что для меня это обмен эмоциями, энергией и какими-то опытом с новыми людьми, с людьми, у которых горят глаза. Вот те, у которых горят глаза, и они соответствуют этими критериями, для меня они подходят. Вот, и дальше уже вопрос менеджмента и управления с ними. Вот, подобрали человека, приняли решение, никогда не принимаем решение сразу. То есть я всегда люблю, что называется, с мысль переспать, вот, подумать. Ну, еще ни разу не было, чтобы я пересмался. Если мне понравился суперфонтан, был человек, чтобы я переспал с мыслью, и мне потом показалось, а, не, не подходит. Бывают какие-то мысли, которые я понимаю там со временем, что, ага, вот здесь вот человека надо подтренировать, тут ему подтянуть надо и так далее, но подходит или не подходит, как правило, интуиция подсказывает практически сразу. И вы-то, я думаю, что понимаете, кто подбирал когда-то кадров. Тестовый период. Вот, первое, что мы, с чем мы сталкиваемся, когда мы человека берем на работу, это некое, ну, это обучение, которое должно быть заранее продуманное и подготовленное вами полностью по шагам выверенное, как будет человек идти. Во-первых, почему оно по шагам выверенное? Во-первых, ну, кандидаты, когда приходят, они хотят приходить на классную работу. Ну, то есть, надо понимать, все хотят, никто не хочет прийти в шарашкину контору, да, что называется, все хотят прийти в хорошую, хорошо организованную работу, все хотят увидеть классного, сильного менеджера, все хотят увидеть отлаженные процессы, все хотят видеть, что они будут делать, как они это будут делать и так далее. Обеспечьте это. Это не так сложно, прописать эти процессы, да, это занимает время, но, как я сказал, если вы потратили там 100, 200, 500 часов на какую-то вещь, которой вы уже занимались самостоятельно, вам описать это ничего не стоит в плане эмоциональном. Просто выделите 2 часа времени, сядьте и опишите эту должность, запишите видеоинструкцию, запишите презентацию, ставьте необходимые ссылки, ставьте какие-то обучающие материалы, вы покупаете. Я всегда там покупаю, когда тренинги, я всегда проговариваю с организаторами тренингов, что вы же не против, что я буду это все транслировать для своей команды там, и мне либо дают доступ, либо я просто предоставляю тебе доступ и сотрудникам. Мы организуем обучение. Первое, с чего мы начинаем обучение, это мы рассказываем, кто мы такие, что мы вообще здесь делаем. Вот такие для многих громкие слова, для меня не все, знаете, громче в хорошем смысле этого слова. Это цель вообще, миссия компании. Что такое миссия? Для чего мы здесь существуем? Деньги зарабатывать? Нет, не совсем точнее. Да, деньги зарабатывать, безусловно, это прикольно. Но, понимаете, миссия, вот для себя я определил миссию, я хочу, вот конкретно у меня прописана миссия в четырех словах. Позволь себе стать круче. Вот у меня реально вот именно так и звучит миссия. Я вам цитировал, сказал, позволь себе стать круче. Это касательно меня, касательно всех моих партнеров, сотрудников, клиентов, подрядчиков и так далее. Я хочу, чтобы каждый мог себе позволить стать круче день ото дня, каждый определенный период. Каждый из нас, чтобы я помогал людям это делать. Я хочу это себе помогать, я знаю, как это предполагаю и развиваю это в себе. Я хочу помогать другим людям, я хочу, чтобы этим прониклись все мои сотрудники, все вообще партнеры и так далее, чтобы мы делаем мир круче. Мы правда делаем мир круче. Мы продаем товар, мы не просто продаем товар. Мы продаем опцию, что мы делаем с помощью этого товара что-то, какой-то элемент жизни, человек круче. Даже если мы продаем такой же товар, часто у нас private label особенно, это какой-то такой товар, вот именно то, что меня характеризует в этом плане, что даже если мы продаем точно такой же товар, у нас есть точно такой же товар, который мы не улучшили значительно. То мы вместе с этим всегда продаем какую-то, даем какую-то услугу, которая делает тебя круче, да, конкретно тебя. Мы даже здесь не используем местоимения типа «вы» и так далее. Мы с партнерами, с клиентами с вами разговариваем на «ты», клиенты – наши друзья. Поэтому мы и говорим им «позволь себе стать круче». Вот, то есть это такая миссия, которую мы представляем. Эту миссию надо довести, этой миссией желательно поделиться еще на этапе собеседования. А близко ли это человеку, который приходит в вашу команду, а будет ли он эту миссию в себе нести, а будет ли он в следующий раз разрабатывать нам товар какой-то и заложит ли он эту миссию в этот товар. Сделает ли он круче или сделает ли он описание круче, или сделает ли он фотки такие, которые человека зажгут, когда он этот товар поймет, которые человеку опишут, как им пользоваться правильно, как сделать так, чтобы этот товар сделал его жизнь реально прям лучше, да, сделать действительно круче. Вот, поэтому это первое, что мы делаем, ознакомливаем человека с миссией. Там миссия, безусловно, она расписана, там, пятнадцатью, по-моему, или шестнадцатью пунктами у меня, ну, в четырех словах это, в четырех словах это именно вот так. То есть, ну, дальше там некие принципы компании, они структурированы, мне хочется, чтобы ознакомились там принципы взаимодействия, принципы наших отношений, там, как мы друг с другом общаемся, отвлекаем мы когда друг друга, как мы проводим свободное время, там, кто как хочет, как мы рабочее время проводим и так далее. Второй момент в обучении, это обучение процессами, какими средствами мы пользуемся, как у нас настраивается календарь, как мы вообще используем время свое рабочее, как мы планируем встречи, как у нас тайминг организуется, какое время еженедельного или ежедневного созвона, которое мы производим, то есть, с этим мы знакомимся сразу. Есть такой принцип конфликтологии, вот, что если, ну, вы знаете все, если человек предупрежден, значит вооружен, да, то есть, если мы заранее проговорили с человеком то, что необходимо будет делать, у него никогда не возникнет проблем или каких-то внутренних конфликтов, потому что конфликты возникают от несоответствия ожиданий реальности. Если мы прописали ожидания, то реальность, она всегда будет соответствовать этим ожиданиям его человека, тем более он прошел через это сито отбора, и если мы ему заранее все прописали, и прописали даже такой пункт, что у тебя ждут нежданчики, на работе тебе постоянно будут там, раз в неделю у тебя будут такие прилетать нежданчики, что у тебя будет голова кругом там лететь, ты офигеешь. И, собственно говоря, человек будет к этому готов, что ага, раз в неделю ко мне прилетит нежданчик, окей, я к этому нежданчику готов, сегодня мне надо пойти собаку босса выгулить, я условно, конечно, нет собаки, но окей, я нежданчик, нежданчик, я готов, такая политика компании, мне прикольно с такой политикой, я с ней живу, я с ней смирился. То есть это то, когда мы знакомим человека с процессами. Следующее, что мы готовим, это базовые знания по должности, это то, о чем я вам сказал, это то описание должности, когда мы, собственно говоря, уже прописали, либо ваши предыдущие сотрудники, как у меня сейчас уже, и у многих у вас происходит, у вас уже есть сотрудники, которые могут для вас описать свою работу. Перед тем, как я часто это делаю, перед тем, как уволиться кому-то дать, кто-то есть по собственному желанию или у меня вопрос, перед тем, как выплатить ему выходное пособие, человек должен очень качественно описать свои обязанности для того, чтобы их можно было легко потом передать. И вот здесь это просто именно обсуждение всех конкретных шагов, которые будет человек выполнять, обсуждение ожиданий, все, что нужно для того, чтобы обязанности выполнялись четко, беспрекословно, чтобы там не было проблем, там были все ссылки, не знаю, явки, пароли, коммуникации, все там партнеры, все подрядчики, все, с кем необходимо общаться, все это должно быть прописано, организовано и со всем этим человек должен ознакомиться. Не торопить человека на этапе знакомства. Для него это стресс, представляете, вот, наверное, процентов очень много людей, больше 50%, точно, когда я им задаю вопрос на собеседование, как бы вы хотели, чтобы прошел у вас первый рабочий день, никто не хочет работать первый рабочий день, это от души, это не значит, что его надо заставлять это сделать. Пусть человек первый рабочий день со всеми поволтает, зарегистрирует себе почту, зарегистрируется во всех сервисах, Амазон себя зарегистрирует, что-то еще там сделает, пусть он, ну, не знаю, политику там ознакомится, просто почитает, пусть он не работает в первый день, пусть он кайфанет в первый день, это от знакомства с людьми, с компанией, это все такое, окей, это даст ему хороший знак в том, что здесь ему рады, здесь ему дружелюбны и так далее, то есть вот, и, ну, дальше уже идет ознакомление с его процессами. Ну, и еще один пункт, который тоже нужно прописать, его чаще всего лучше прописать после окончания испытательного срока, кстати говоря, об испытательном сроке, кто-то ставит там 3 месяца, ну, у меня, если говорить об официальном сроке, то это три месяца, а если говорить, ну, прям совсем честно, то для меня испытательный срок делится на две части, первая часть – это когда я понимаю, что человек в теме, он нормально все там схватил и начинает уже работать, и я на него трачу меньше времени, чем уже он на меня, да, то есть я понимаю, что человек, и нам комфортно друг с другом, я понимаю, что человек испытательный срок прошел. Второй испытательный срок для меня это практически год. То есть меньше года у меня редко проходит, когда я реально понимаю, что это вообще мой человек или вообще не мой человек. И я понимаю, что если это мой человек, я чуть ли не готов ему внутренне, по крайней мере, я понимаю, что это 100% мой человек, которого я готов держать, мотивировать, работать с ним до конца своей трудовой деятельности. Я, может быть, Амазоном перестану заниматься, не дай бог, конечно, Амазоном перестану когда-то заниматься. Но вот эти сотрудники – это реальная ценность, это реальные вещи, которые… Ну, то есть процессы Амазоновские вам не всегда могут помочь в другой деятельности, когда вы пошли работать. Но люди, которых вы научили работать на Амазону, которые с вами здесь это делают, то, блин, ну то их можно с собой брать на другие любые проекты, да. Если они вам верят, если вы с ними настроили крутые отношения, то и в других любых вообще абсолютно другом бизнесе вы точно так же с ними будете работать. Это очень важно. Поэтому первый испытательный срок либо три месяца, либо когда вы поняли, что он вам подходит. Ну, кстати, бывает, он или вы поняли, что он вам не подходит, и вы расстаетесь, и не обязательно три месяца ждать. У меня последний, из последних кейсов, я такой рекорд мне две недели назад девочка поставила, она через два часа после начала работы сказала, все, это не мое, я столько не осилию. Да, тут для меня было прям сюрпризом, но и такое тоже бывает. Вот, после всех там тестов, этапов и так далее, когда она говорила, что горы свернет, ну, через два часа просто свалила. Вот, и, ну, второй момент, как я сказал, это год. Двигаемся дальше, набрали, взяли человека, обучили его на обучение, ну, меньше, чем полторы-две недели вообще редко проходит, когда человек реально начинает что-то там втыкать и понимать, и что-то делать. А вообще, чтобы человек эффективно начал работать, ну, правда, в районе трех месяцев нужно, и после трех месяцев человек может, правда, что-то уже начинать эффективно делать, не дергать каждый раз тебя, когда ты, ну, когда ты занят, вот, и по всем каким-то вещам, и самостоятельно начинать работать. Вот, давайте немного в сторону уйдем, поговорим о структуре бизнеса, это такой очень сложный и постоянно меняющийся момент. Я сейчас вообще выстраиваю структуру, ну, я буду говорить о структуре, которая работает, которую мы проверили, но, чтобы вы понимали, когда-нибудь я в каком-нибудь обозримом будущем выйду с другой презентации, когда я ее доделаю, эту вещь, я не знаю, сколько мне время идет. Я пытаюсь выстроить так называемую бирюзовую организацию, бирюзу, кто не знает, поясню, то есть это организация самоуправления. Когда нет линейного менеджера и вот этой вот вертикальной структуры, когда есть горизонталь, и есть люди, которые сами собой управляются, вплоть до того, что они сами назначают себе зарплаты, сами там выполняют функции. Понимаю, сейчас может быть взрыв в мозгу у некоторых, не буду на этом останавливаться, есть книжка там, по-моему, «Основы организации будущего», Фредерик Лолун написал, вот если прочитаете, поймете, о чем там идет речь. Вот, пытаюсь выстроить это, когда-нибудь расскажу, мне после моей военной карьеры, просто когда там совсем такое линейное красное управление, когда командир сказал, алюминий – это алюминий, чугунь – это чугунь, и я когда-то тоже таким типа был, вот я совершенно кардинально от этого отошел, я оттуда взял то, что мне нужно, это дисциплину, а все остальное я отвел и постоянно учусь новым методам, новым вообще методикам менеджмента там и так далее. То есть я пытаюсь выстроить структуру. Теперь я расскажу о структуре, которую по Амазону я вижу. Первое, ну понятно, вот если мы возьмем, я продаю только private label и буду рассказывать об этом, вы адаптируете, кто другими методами работает на Амазоне, то есть вы это адаптируете. Первое – это менеджер, да, презентацию вы получите и все там будет это видно и расписано. Я еще раз извинюсь, что у меня с компанией вышло выйти и призу вам продемонстрировать нормально. Вот, то есть это менеджер. Второе – это ресерчер. Третье – это закупщик-логист, который там отвечает за своевременность заказки товаров, поставки, нормативного стока и так далее. Четвертый – это листинг-менеджер, получается, у нас. Пятый – это кастомер-сервис. Я их сейчас не по значению, я их просто нумерую, чтобы понять. Шестое – это PPC-менеджер. Седьмое – это SMM-менеджер, который делает там Facebook, раздачи, за отзывы отвечает, он у нас, как правило, там и так далее, ведет аккаунты SMM. И последний, ну, здесь еще много может быть людей. Здесь может быть HR, здесь может быть партнерский маркетинг, здесь может быть, ну, афилиатный маркетинг, я имею в виду. Здесь может быть менеджер, который за сайт отвечает и делает продажи сайта. Здесь может быть Google AdWords, здесь может быть куча-куча всяких. Здесь может оффлайн-продажи, причем тоже у нас есть опыт, и мы сейчас пытаемся это тоже начинать выстраивать, оффлайн-продажи параллельно. Вот, то есть это именно такие вещи. Мы сейчас говорим вот именно о шести людях, которые мы умеем нанимать, и мы их подбираем. Ресерчер, закупщик-логист, листинг-менеджер, кастомер-сервис, PPC-менеджер, SMM-менеджер. Вот, об этих людях. Ресерчер, мотивация, да, мотивация ресерчера – это количество товаров по категориям, которые он наресерчит. Ресерчер – это тот человек, который подбирает нам товары, суперважная должность, самое первое, что делает, ну, суперважный вы, ну, вам, наверное, описывать важность ресерчера, наверное, не нужно. Вот. Второй критерий, на который мы мотивируем, это количество продавцов с определенным биосаром и с продажами, и это объем продаж ниши. Это все, за что ресерчер отвечает. Обязательные условия ресерчера – это релевантность аудитории, на которой человек подбирает товар, то есть ресерчер, он подбирает товар на, конкретно на аудиторию, которая у нас уже есть, если у нас есть товар, да, если у нас есть определенный товар, и мы собираемся работать и развиваться в этой нише, то мы подбираем товар именно релевантный той аудитории, которая уже купила у нас то, что есть. Вот. И также мы мотивируем, ну, обязательные условия – это исследование интеллектуальной собственности и всех препятствий, которые могут быть для того, чтобы запустить этот товар. Это получение допусков, патентов, сертификатов каких-то там, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да, там, какой-нибудь FDA, там, куча сертификатов в зависимости от ниши, которую нужно получить. Вот у ресерчера есть на это мотивация. В принципе, мотивация выглядит очень просто. Главный KPI ресерчера – это тотальная стоимость входа, то есть сколько надо денег потратить на вход, деленный на прогноз прибыли в этот же период. Вот. То есть мы берем год, то есть сколько нам денег надо потратить для того, чтобы… Ребят, вижу вопросы сразу, я на них в конце отвечу, чтобы не сбиваться. Вот. То есть тотальная стоимость входа деленная на прогноз прибыли за этот же период, да, и уже оценивая этот момент, мы понимаем, на самом деле, сколько мы потратим в соотношении с тем, сколько мы заработаем. Вот это мотивация ресерчера. То, как мы его мотивируем, его главная цель вот таким вот образом выстраивается. Второй человек – это логист-закупщик. Оказывается, я тут недавно, ну как, анализируя свой бизнес, недавно, в ноябре я это начал делать, и оказывается, логистика, я бы никогда не подумал, оказывается, логистика у нас самая узкая горлышко. Представляете, логистика и заказы, своевременность обеспечения товаром и так далее. Узкая горлышко, ну, наверное, это потому, что у нас Амазон, там США, Канада, Австралия, Британия, еще российские маркетплейсы, и на российских маркетплейсах там достаточно уже такое значительное количество товаров появляется, поэтому очень много потоков вот именно движения товаров, и оказывается, это сейчас самое узкое горлышко. А вот в стоке или перестоке приносят мне самые большие потери. Вот, то есть и логист-закупщик – супер важная позиция. Мы сейчас вот одного наняли за логиста-закупщика, полгода прошло, и поняли, что сейчас второго будем нанимать логиста-закупщика, который чисто отвечает за обеспечение товара. Ну, он же отвечает за разработку товара, за общение с китайцами-производителями, он отслеживает остатки. То есть у него основные KPI, которые мы отслеживаем у этого ресерчера-логиста, то есть у него первое – это средние дневные остатки товара. То есть у него есть мотивация, которая сильно плохо, у него прям конкретно обрубается вся премия, если товар уходит в от-офф сток, куда какой-либо из товаров уходит в от-офф сток, у него премия прям конкретно в ноль вообще вываливается. Ну и при этом она ограничивает максимальный порог оборачиваемости товара, продаваемости в день, то есть есть там 45-60, ну в зависимости от товара, допустим, возьмем 60 дней. Цель у логиста, чтобы стока товара, остатка товара было не больше, чем на 60 дней. То есть лучше там от 20 до 60 дней – это постоянное наличие товара, который должен обеспечить логист. Он связывается с другими отделами, с менеджментом, с SMM-отделом, с PPC-шником, для того, чтобы понимать, какие будут продажи, какой будет прогноз продаж, сколько ему заказывать. Он смотрит продажи прошлого периода, если это праздничные какие-то продажи для того, чтобы обеспечить сток, необходимый для конкретного периода. Он полностью в теме бизнеса, он присутствует на каждом созвоне, для того, чтобы понимать, какие промоушены мы будем делать, чтобы обеспечить необходимым количеством товара. Ну и вторая у него мотивация, это достаточно сложно для оценки, но мы все-таки это делаем, это процент затрат на логистику от себестоимости. То есть для того, чтобы есть себестоимость товара, есть какие-то затраты, чтобы довести его из точки А в точку на Амазон, собственно говоря. И вот, собственно говоря, этот процент затрат на логистику, деленный на себестоимость, это показатель, он по каждому товару абсолютно индивидуален, по каждому товару вы должны самостоятельно его установить и выставлять его в виде цели. То есть, ну, допустим, товар стоит там в производстве 3 доллара, доставка его стоит еще там полтора доллара, вот 50% от себестоимости он может потратить для того, чтобы этот товар доставить. Чем лучше он это делает, чем дешевле он обходится с точки зрения доставки, чем затраты, тем меньше, тем он лучше мотивирован, тем он больше получает. Шкалу выставляете сами. У нас просто на каждый товар есть определенная ставка, есть у нас в России 30 товаров, вот на каждый товар мы ему платим, допустим, 1000 рублей. Вот, собственно говоря, он обеспечил, если в рамках примера 50% от себестоимости, стоимость логистики, значит, он получит свою 1000 рублей за этот товар. Вот таким вот образом мы мотивируем логиста. Вот, следующее – это листинг-менеджер. У кого-то он бренд-менеджер и так далее, человек, который следит за листингом, следит за KPI-ами. Чуть забегая вперед, это в следующей будет презентации, но мы сейчас объединяем этого человека, ну, решили объединить этого человека на будущее. Пока что он только отвечает за листинги, но он у нас будет отвечать в будущем за PPC, мы поняли, он будет отвечать за отзывы, он будет отвечать за отзывы аудитории, он будет вообще царь и бог, но одного маркетплейса. Если он отвечает за Amazon США, он отвечает за Amazon США. Если он отвечает за Amazon UK, он отвечает за Amazon UK. Это разные люди. Если он отвечает за Wildberries Россия, значит, он отвечает за Wildberries Россия, но за все товары. То есть, как KPI у него устроится? У него у листинг-менеджера все достаточно просто. То есть, если говорим о человеке, который отвечает только за листинг, у него все очень просто. У него первый KPI – это CTR. CTR, вы прекрасно понимаете, что это такое. Это главная картинка, это цена, это количество отзывов, рейтинг отзывов, title. Вот, похоже, все, практически там все критерии, которые влияют на CTR. Второе – это конверсия, CBR. То есть, коэффициент конверсии, тут тоже самая часть уже факторов, которые я назвал, за это отвечает. Плюс там остальная часть листинга, плюс тексты, плюс там, я не знаю, enhanced content, плюс такие моменты, где мы еще показываемся. То есть, вот. И третий фактор, на который мы мотивируем листинг-менеджера – это стоимость затрат на листинг в соотношении к продажам. То есть, мы берем за период, за квартал, например, за полгода, за год, можем за месяц даже взять, но за месяц не так релевантно получается. То есть, мы берем затраты, допустим, человеку для того, чтобы поддерживать листинг в нужном состоянии, мы знаем критерии листинга, которые для нас выгодны. Мы знаем, что, допустим, CTR в 0,5%, конверсия в 15% для нас вполне себе адекватные и выгодные цифры, и мы мотивируем человека на это. И мы знаем, сколько денег мы можем потратить, ну, допустим, там, не знаю, 2000 долларов в квартал или там в полгода мы можем потратить на то, чтобы поддерживать конверсию в рамках заданного. Это все математика, в рамках заданного диапазона, который я вам сказал, и мотивируем человека на такие цифры. Это на что мотивирован листинг-менеджер. Следующее, но не по значению, мне очень нравится этот человек, это должность вообще, это менеджер службы клиентов, это то лицо, которое общается с покупателями. Я очень часто исполняю эту роль, мне, во-первых, нравится это все, вот общаться с аудиторией, потому что я понимаю прямую обратную связь от клиента, и люблю пообщаться, люблю знать, насколько можно выстроить вообще цепочку общения, насколько обратная связь она работает, насколько я могу глубоко задать вопрос клиенту своему, чтобы он мне ответил. И часто понимаю менеджера службы клиентов. То есть менеджер службы клиентов – это тот, по большому счету, человек, который, ну, блин, ну, который влияет на рейтинг ваших отзывов, который влияет на рейтинг вашего товара, который влияет на ваш авторитет вообще как товара, как бизнеса, как бренда, да, который влияет на то, насколько красивый вы в глазах товар, если хотите, да, насколько вы привлекательный, насколько вы дружелюбный, насколько вы надежный, то есть насколько вам можно доверять, это менеджер службы клиентов. Если написал менеджеру службы клиентов и получил от него крутой ответ дружелюбный, который вас облизывает с ног до головы и показывает уверенность, Даже если у вас была какая-то зверская просьба, и вас кинули, вы чувствуете себя спокойно, что вас дальше доведут, и никто не бросит. Это каждый из нас может прочувствовать на себе. И вот эта важная штука, когда вы набираете и учите, и сопровождаете менеджера службы клиентов, основные TPI, которые есть у этого человека, на что мы его мотивируем, это на среднее время реакции на запрос. Некоторые программы, ниже скажу, нам помогают отслеживать это, сколько времени реагирует на запрос в среднем. Наш человек. Конверсия негативных отзывов в позитивные отзывы, конверсия позитивных фидбэков вообще от обращений. То есть у менеджера службы клиентов в мотивации есть конвертация обращения в фидбэк, либо обращение в отзыв. То есть мы оцениваем эти показатели, раз в месяц мы подсчитываем, сколько у нас там пришло фидбэков позитивных, сколько у нас пришло позитивных отзывов, сколько у нас там негативных фидбэков и так далее, насколько мы там перевели одни в другие. Ну то есть те показатели, которые показывают, насколько здорово, насколько сговорчивы клиенты и насколько умеет у нас уговаривать наших клиентов наш менеджер, кастомер сервис, службу клиентов. Вот, следующее это SMM менеджер. SMM менеджер по факту для нас превратился, знаете, в такого менеджера чат-ботов, который обеспечивает там поток отзывов. Вот он больше всего работает с Фейсбуком, он больше всего выстраивает боты для того, чтобы привлекать не зашоренных, не заюзанных 100 раз и 500 раз и тысячи раз покупателей, чтобы потом отзывы у нас не удалялись. То есть это человек, который формирует постоянно базу проверенных людей. Мы этой базой ни с кем не делимся, это наша база. Люди, у которых единицы отзывов, может вообще отзывов нету, они это не умеют делать. Мы выстраиваем с ним свои отношения, они оставляют нам отзывы, мы с ними работаем. Но это не говорит о том, что их у нас не удаляют, точно так же, как у других людей удаляют. Но просто процент удаления, он минимален и мы мотивируем в том числе на процент удаления. Основные KPI это выполнение частотности раздачи. То есть у этого же человека, у него внешний трафик из социальных сетей, и нам необходимо, особенно на этапах запуска, вы это знаете, поддерживать частотность раздачи. У него есть определенные планы по частотности раздачи. Точно так же, как, кстати, у PPC-шника. И у листинг-менеджера есть определенные мотивации на частотность раздачи, особенно на запуске. У PPC-шника через PPC, у SMM-менеджера через внешний трафик из соцсетей, у листинг-менеджера через какой-нибудь ребейтки или другие сервисы раздачи. То есть у всех есть своя мотивация. Второе – это процент экономии бюджета. Здесь есть смешной показатель. Мы везде используем, ну практически везде используем такую штуку, как целевой процент затрат. Для нас он практически уже не меняется, уже около года. Для нас чистый халяльный отзыв стоит от 10 до 15 долларов. Это не учитывая стоимость товара. То есть примерно так. Целевая планка где-то до 20, так скажем, долларов. Это я имею в виду сюда расходы на Facebook-рекламу, там может быть покупка каких-нибудь гифт-карт, воровство или не оставление отзывов и так далее. Я говорю чистую себестоимость одного отзыва. У нас есть целевая планка 20 долларов за отзыв. То, что мы можем потратить для того, чтобы получить отзыв. Если стоимость отзыва у нас меньше, то есть есть такое смешное понятие, как официальный откат компании. Допустим, человек должен был, ну менеджеру, СММ-менеджеру ставится задача получить 100 отзывов и потратить на это по 20 долларов, на каждые 2 тысячи долларов. Человек получает 100 отзывов и тратит не 2 тысячи долларов, а там полторы. 500 долларов он сэкономил, у него есть честное право на 25% от экономии этих бюджетов. То есть он 125 долларов получит помимо своей основной мотивации на это все. То есть это такой официальный откат 25%, который мы отдаем человеку. Это не только этой должности касается, мы его много где используем. Там, где мы ставим целевой расход. И если человек умеет, профессионализм человека настолько высок, что он делает расходы гораздо ниже, чем целевые, то мы его вознаграждаем за это, мотивируя тем самым немножко экономить. Это чаще всего работает в долгосрочной перспективе. В краткосрочной это не так хорошо работает. Собственно говоря, вот. То есть и третий пункт KPI, который мы ставим, вот это самым менеджером, это сбор аудитории. Для нас важно копить аудиторию, для нас важна эта аудитория. Сами понимаете, аудитория – это, наверное, один из главных активов, которые у нас есть. И на время запусков товаров, и на время опроса, что нужно людям для того, чтобы запустить новый товар. И для многих других вещей аудитория – это супер важная штука, поэтому мы мотивируем реально за каждые 10 новых клиентов, которые человек собрал. И если это наша аудитория, то есть так же. Как мы проверяем эту аудиторию? Ну, мы делаем какую-нибудь там простую холодную рассылку бесплатного товара или товара с какой-нибудь гигантской скидкой и смотрим уровень вовлеченности этой аудитории. Сколько людей? Вот у нас есть, допустим, там 3000 человек с какого-нибудь бренда, который мы собрали, у нас есть email-адреса. Мы делаем им рассылки с нулевой ценой или там с ценой со скидкой 75%, и хотим понять, сколько из этих людей вовлекается в запуск нового товара, как пример. Дальше – PPC Manager. PPC Manager. Ну, тут все тоже достаточно просто, особенно кто в PPC разбирается. Вот, то есть мы мотивируем PPC Manager на каждое ключевое слово, на каждое сработавшее ключевое слово. То есть мы оплачиваем сотруднику каждое ключевое слово, над которым он работал. Если у ключевого слова было 5 и более кликов, да, то мы предполагаем, что с этим ключевым словом проводилась работа. Там была оптимизация ставок, там была минусовка какая-то, там был перенос какой-то, там еще какая-то работа над ним была. И мы оплачиваем работу за это ключевое слово. У нас есть огромная таблица, в котором все ключевые слова написаны, сколько кликов мы туда вводим, всю статистику, скачивая таргетинг-репорты. Вот, и по ним считаю. Здесь все достаточно просто. То есть мы берем ключевое слово, если оно сработало в плюс, то, ну, здесь есть такая достаточно схема, опять же, официального отката, есть процент экономия бюджета. Ну, давайте представим, что у нас брекевый накос, да, окос безубыточный, у нас 40%. И человек продал, ну, человек сделал продажи по рекламе, ну, и у него окос, ну, в течение месяца он добился окоса 30% по ключевому слову. Соответственно, 10% он сэкономил, да, нам. И мы от этих 10%, как я вам уже говорил, да, даем, платим ему официальный откат, 2,5%, перемножая на тот объем продаж, который по этому ключевому слову был, мы ему оплачиваем. И так считается по каждому ключевому слову, таблица вводит общий бонус по этому товару. Может быть, кому-то непонятно, да, ну, в принципе, я всегда открыт, если что-то непонятно, пишите мне об этих моментах, но здесь работает тот же самый принцип, принцип бюджетирования, то, что мы ждем от человека, что он нам даст, и тот лучший результат, на который человек может претендовать в результате своей работы. Вот, так мы мотивируем PPC менеджера. Безусловно, у каждого из этих менеджеров есть оклад, вот, у каждого из этих менеджеров есть там разного рода мотивации частные, которые мы там придумываем, бывают какие-то промо, бывают какие-то новинки Amazon там придумывает и так далее. То есть мы мотивируем по-разному, но общие мотивации всегда на результативности основаны. Вот, ну и переходим к главному менеджеру, собственно говоря, то, кто этим всем рулит. Здесь я чуть подробнее остановлюсь, потому что у меня есть совершенно разный опыт, я там много очень времени потратил на разных менеджеров и на разные совершенно результаты, и были у меня и негативные, и позитивные результаты относительно менеджеров. Я всегда люблю делегировать полномочия, люблю выходить, что называется, из операционки, я люблю заниматься теми вещами, которые мне нравятся, чтобы заниматься, я не люблю заниматься повторяющимися вещами, кто-то может узнать себя, но я вот не люблю, допустим, пилой пилить, понимаете, вот в одну сторону движения, я не люблю там любые повторяющиеся вещи, которые есть. То есть все, что я когда-то уже прошел, мне это интересно делегировать и заниматься чем-то новым, особенно если это прошел до определенного какого-то успеха. Так вот менеджер для меня – это тот человек, который у меня забирает вещи, которые я уже несколько раз прошел. И менеджер, у него основные KPI, это продажи в штуках и деньгах, продажи, у него ROI, для меня ROI один из основных показателей, как я думаю для вас, это возврат инвестиций, которые вы получаете. И третья мотивация, это реализация проектов, то есть есть какие-то проекты, допустим, внедрение какой-то программного обеспечения в ваш бизнес, который позволяет облегчить, внедрение какой-то новой мотивации, создание каких-нибудь управленческих таблиц или форм, вывод на какой-нибудь новый маркетплейс и так далее, проектов может быть очень много, я очень советую всем вести проектную работу, то есть назначать проекты ответственных, назначать сроки, самому принимать их участие, назначать лидеров проектов, то есть менеджер очень часто мотивируется на реализацию этих проектов какими-то отдельными деньгами. Сейчас у меня могут полететь палки, но я не советую брать людей из амазонского сообщества к себе как наемных сотрудников, если вы берете людей из амазонского сообщества, тут палки от меня полетят обратно, берите их на мотивацию процентную, потому что если человек сам занимается амазоном, если у человека есть стремление заниматься вашим бизнесом, то он может прийти к вам в бизнес только для того, чтобы получить опыт и за ваши деньги наделать ошибок. То есть я не сторонник этого, у меня был опыт и не единоразовый опыт, и я просто, ну вот у меня есть такое мнение, что я из амазонского сообщества, если буду брать человека, это будет мой партнер, это не будет сотрудник наемный, это точно. Вот, то есть это будет партнер равноценный там, ну или в какой-то степени там определенный процент, с которым мы будем участвовать в бизнесе. А так мне совершенно нравится, у меня сейчас есть очень хороший партнер, который здорово поддерживает меня, но мы в первую очередь по типу личности очень схожи, по целям жизненным очень схожи, и вот это скорее всего определяет все остальное, а не наоборот, то есть не наше умение определяет. Ну и о партнерстве, если говорить, то партнер должен дополнять вас безусловно, да, партнер и руководитель, менеджер, он должен закрывать те вещи, которые вы не закрываете или не хотите закрывать. Я не хочу делать повторяющиеся вещи, как я вам сказал, так вот менеджер должен это любить и хотеть. Если он его тоже будет не хотеть, то его мотивации хватит на месяц, два, полгода, год, потом ему тоже это будет скучно и неинтересно, и его энергия будет пропадать. Мы должны заботиться о тем, чтобы энергетика шла правильно. Вот, ну и еще, говоря о менеджере, последнее, что я должен сказать, это надо ставить, вообще не только менеджера, а всей команде, нужно ставить командную мотивацию. Вот, обязательно нужно, если вы хотите построить команду, ну, наверное, все из успешных бизнесов, сейчас, даже если мы о крупных бизнесах будем говорить, Amazon, Google, Facebook и так далее, это вследствие работы команды, да, там есть какие-то гениальные типа лидеры, но все-таки это вследствие работы команды. И сейчас, если мы обращаем внимание на там американский, какой-нибудь западный тип менеджмента и сравниваю его с нашим СНГшным менталитетом и типом менеджмента, то как работает это там. Там вот команда из средних, там, допустим, возьмем 10 человек, среднестатистически, я не хочу там слова говорить каких-нибудь посредственных там и так далее. Ну вот достаточно средних знаний, там нет средних выдающихся, но средних знаний могут сделать, быть гораздо круче, чем там 10 человек, из которых там 7-8, там совершенно никаких, и два есть лидера, которые драйвят это вперед и тащат, и там что-то рвутся и так далее. У нас очень часто там на героизме это слово, что один человек должен всех тянуть, там быть лидером, там тысячи и так далее. Да, это так, но лидер это такая штука, такой человек, который умеет правильно мотивировать, который не обязательно подчеркивает это лидерство постоянно, он может классно мотивировать, классно обучить, классно в нужный момент пообщаться, там один на один проводить разговоры, выстраивать крутые отношения, стратегически как-то людей подталкивать, но ни в коем случае не говорить им, что делать. Они сами должны уметь, что делать, и каждый должен раскрывать свой потенциал. Поэтому я очень всегда за командную мотивацию, например, типа квартального обычного плана, раньше я там устанавливал, типа просто дополнительный бонус каждому там 300 баксов за выполнение квартального плана продаж. Вот сейчас меня маленько подкосила пандемия, но как только это закончится, я буду обязательно с выполнением плана вывозить куда-то просто людей, делать какие-то тимбилдинги за границей, где-нибудь, я не знаю, в элементарную Турцию, там куда-нибудь, или еще в Египет, или еще куда-нибудь просто людей вывезти как вознаграждение за то, что мы добились каких-то этой цели. Это не будет стоить каких-то бешеных денег в случае, конечно, достижения этих целей, да, но это будет очень круто влиять и как тимбилдинг, и как мотивация общая для людей, как построение команды, потому что я все-таки за команду. Ну что, команда собрана, собственно говоря, вот нас там, допустим, 7 человек, да, я сейчас понимаете все гипотетически говорю, потому что у меня самого 5. Вот, команда собрана, двигаемся дальше и развиваемся вместе. Что я следующее делаю, когда мы уже работаем с командой, это самая любимая вещь, это мы всегда общаемся тет-а-тет, раз в квартал я всегда провожу, что называется, one-to-one беседы с людьми. Это очень значимая штука, нельзя недоценивать и игнорировать эти вещи, нельзя их пропускать, их надо ставить в календарь, их надо заставлять привыкать себя делать, потому что как только я этого не делаю, я получаю нежданчики. Нежданчики в виде реакции человека, нежданчики в виде том, что человек, оказывается, хотел уволиться уже давно, нежданчики, что ему что-то не нравилось. То есть, что это за беседы? Я просто по душам разговариваю с человеком, что ему нравится, чего он ожидает, как он вообще хочет сам развиваться, может ему обязанности не нравятся, которые он выполняет, может ему конкретно функции, может ему кто-то из команды не нравится, может ему я конкретно не нравлюсь, может у меня тип менеджмента не соответствует с ним, может быть у него поменялись приоритеты, может быть у него родились дети и у него нет времени, может быть еще куча-куча каких-то вещей, о которых вы никогда не догадаетесь, если не поговорите с человеком по душам. И первое, что нужно сделать в таком разговоре, это раскрыть себя в первую очередь. Потому что никто из сотрудников вам себя не раскроет, если вы не раскроетесь самостоятельно перед этим. Я абсолютно откровенен со всеми людьми. Я говорю им, каким спортом я занимаюсь, говорю, куда я собираюсь ехать отдыхать. Я, в принципе, говорю о своих целях, куда я хочу из Челябинска переехать и когда. Я говорю о том, какую команду я хочу видеть, я говорю о том, как я вижу, собственно говоря, этого человека на этой должности. Этот разговор перерастает в некие тезисно мной записанные показатели, тезисно мной записанные предложения, как мы будем развиваться дальше. Что это за тезисы? Это тезисы, которые говорят, ну, допустим, раз в квартал мы собираемся, и первое, что я хочу понять, понять внутреннюю мотивацию. Человека, понять, хочет он вообще или нет. Третье, понять, способен ли он выполнять задачи, и основываясь на его опыте работы, и основываясь на том, что он мне сейчас говорит. И может ли он отвечать за мотивацию сотрудников, видно ли в этом человеке менеджменты, менеджера, и хочет ли он расти как менеджер, либо ему совершенно комфортно на этой должности, и он будет на этой должности до пенсии, как, знаете, у станка токарь стоять и работать, и ему будет нормально, он будет развиваться. Не обязательно быть менеджером, чтобы там быть успешным. Как, знаете, кого я слушал, не помню, Маргулан Сисимбай, кто знает, кто знает, можете забить посмотреть, интересный чувак. Он сказал, что, ну, есть такое понимание, как икигай, это пересечение того, что ты умеешь делать, что нужно людям, за что люди готовы платить, и так далее. То есть икигай – это то призвание, к чему человек готов. Так вот, не каждый человек готов и хочет стать менеджером. Кто-то просто может быть лучшим кастомер-сервис менеджером, просто быть лучшим в обслуживании клиентов. Кто-то хочет быть просто лучшим PPC-шником. Ему не надо быть менеджером всех PPC-шников на свете. Ему просто должен быть хорошим PPC-шником, как бог разбираться в цифрах, чувствовать тренды, чувствовать то, как аудитория забивает поисковые запросы, как они ищут, как они… В общем, понять на самом деле, чего хочет человек. Или развиваться по горизонтали, развиваться по вертикали – это важная вещь. Ну и, собственно говоря, прописать со сроками, в том числе показать это человеку, что вы записали эти моменты. То есть какая у человека мотивация? У человека может быть мотивация закрыть ипотеку. У человека может быть мотивация купить дом. У человека может быть мотивация просто путешествовать, больше иметь времени на путешествие. У человека может быть мотивация конкретно в деньгах, что я хочу получать полторы тысячи долларов через полтора года. И для меня это важно, потому что у меня есть вот такие цели. Вы это должны записать и помогать человеку реализовать его возможности. Знать, что он ждет и помогать эти возможности. Если вы поможете ему реализовать эти возможности, он поможет реализовать ваши возможности вам. Поверьте, это точно проверено. Думаю, тут сомнений не может быть. У человека может быть потребность в знаниях иностранных языков и так далее. Пока вы это не спросите и не поговорите с человеком по душам, вы этого не поймете. Бывает такое даже, что за кружкой пива в баре это можно сделать. Абсолютно можно это сделать. Никто не ограничит вас в способах выхода на откровенный, нормальный разговор с человеком. Для того, чтобы понять, что это абсолютно нормально. Мы все люди, у всех есть свои средства. Двигаемся дальше. Проговорили с людьми, они у нас все мотивированы. Вы все знаете, кто это такие, вы все знаете, что им надо. Вы все знаете их мотивацию, вы все полностью вовлечены. Они знают вашу мотивацию, все заинтересованы друг в друге, они опытные и так далее. Нам нужно управлять бизнесом, нам нужно управлять инструментами. И здесь я о паре инструментах расскажу. Я вам честно скажу, признаюсь, что если я полгода, год назад еще радовался на эти инструменты, то теперь я совершенно ровно к ним отношусь. Ну то есть я не в диком восторге, но они рабочие, но и рабочие. Но точно есть инструменты круче. Я уже знаю, просто я их сейчас пока тыщу и не могу вам их полностью отдать. Как только я совершенно с ними хорошо поработаю, я какую-нибудь новую презентацию вам выкачу. Вот, собственно говоря, первый инструмент, ну и вообще, для чего нужны инструменты, все понятно. Вот чем лучше задача изложена, это тоже важный фактор, мне, кстати, это мы еще в армии научили, чем лучше задача изложена и отлажен ее трекинг, тем больше, тем лучше она будет выполнена. То есть невыполнение задачи, вот учитывая то, что все, что я до этого говорил, вы сделали круто, нормально хотя бы, ровно, хотя бы, может, не хорошо, не плохо, но вы отобрали людей, подобрали людей, общаетесь с ними, мотивируете их и так далее. Если вы правильно выставляете задачи и у вас есть трекинг этих задач, они не будут завалены. Они не будут завалены, вы будете знать, если они валятся, вы будете знать на промежуточном этапе. Если вы правильно задачу выполнили, она будет выполнена. Контроль этих задач усилит этот эффект. Отсутствие этого контроля все испортит напрочь. То есть, если не будет должного контроля, я не говорю о тотальном контроле, что ты сделал сегодня, я говорю, чтобы вы понимали, что работа ведется. Часто контроль это просто доверие. Если вы знаете, что человек выполняет вообще и к нему не надо лезть, значит к нему не надо лезть. Это ваш элемент контроля. Вы просто раз в две недели или раз в месяц протрекали результат, назначили премию, и вы видите, что результат выполняется, не надо лезть к нему. Значит, человек такой, который не хочет, он сам может это все делать, и для него дискомфортно, когда влазить к нему. Для него комфортно, когда вы просто с ним периодически общаетесь об этих всех вещах. Первый инструмент это трелло, который мы используем до сих пор, сейчас все меньше, конечно, используем, но трелло мы используем в двух вещах. Первое. Мы в трелло копим, прям вот сделали списки на доске треллов. Кто не знает презентации, вы это увидите. Списки на доске треллов, списки соответствуют, каждый список соответствует должности. И в этих списках есть карточки. Каждая карточка это конкретная задача, которую человек выполняет. И, собственно говоря, вот каждая карточка в ней должна всегда быть актуальная инструкция на выполнение задачи. Любой человек со стороны, как я называю, троечник, двоечник, должен прийти, взять эту инструкцию, чуть-чуть покумекать и выполнить эту задачу. Как-то, может не сильно хорошо, но неплохо точно, но задачу эту должен выполнить. Инструкция должна этому помочь. А когда человек согласно этой инструкции делает второй или третий раз, он должен задачу делать абсолютно нормально, так, чтобы вас это устроило. Собственно говоря, обращайте внимание на те инструкции. Инструкции должны, ну, не всегда должны писать вы. Иногда я сам пишу инструкции, да, какие-то вещи, которые я понимаю. Но инструкция, она идет, наверное, вот с места работы. Она не идет там с руководителя откуда-то. Инструкция идет с места работы. На месте работы человек лучше понимает, особенно опытный человек, гораздо лучше понимает, уж поверьте, чем вы это понимаете. У вас есть KPI, но у вас нету точного понимания, как человек работает, с чем он сталкивается во время работы, какие у него есть трудности. Поэтому лучше все-таки просить и мотивировать у людей на написание инструкции. То же самое можете там ежеквартальную или ежемесячную мотивацию выделить. Для этого какую-то отдельную, небольшую, для того, чтобы, ну, есть у человека 10 функций. Вот каждая инструкция может стоить там 10 баксов, например, да. Сделал инструкцию, Расквартал ее поддержал, показал вам Расквартал, там, не знаю, защитил. Вы ее посмотрели, она рабочая, он ее обновил, она актуальна, окей, 10 долларов там человеку заплатили. Ну, к примеру, я говорю. Но обязательно обращайте внимание на инструкции. И вторая доска у нас, это доска выполнения. Это доска, на которой она точно таким же образом выглядит, но на ней уже это не инструкция, а конкретные задачи относительно каждого товара. Как только товаров стало много, Trello мне перестало подходить, потому что этих карточек стало какой-то бесконечно совершенно множество. И я там второй инструмент сейчас покажу, на который мы перешли. В принципе, если товаров там до 3-5 штук, то и Trello доски достаточно для того, чтобы точно так же разлиновать по обязанностям. Одна колонка – это один отдел или одна функция. И там по карточкам, по товарам распределено конкретно, там, если это листинг-менеджер, то листинг-менеджер, например, вашего там какого-нибудь там товара, я не знаю, какой-нибудь PetToy, там, или еще какой-нибудь штуковины, который вы продаете, по каждому товару, в принципе, это должно соответствовать той деятельности, которая есть. Мне очень нравится, до сих пор в Trello мы работаем, и единственная функция, которую мы полностью закрываем в Trello – это Customer Service, потому что через Zapier мы ее автоматизировали с Амазоном и с электронной почтой Google, на которую приходят оповещения обо всех вопросах, обо всех вопросах на листинге, о негативных, позитивных отзывах, о возвратах, которые клиенты делают. То есть, благодаря вот этой взаимодействии в Trello автоматически, и Zapier, вот этой связке в Trello автоматически формируется карточка на каждый запрос. Пришел негативный отзыв – карточка, сделал человек возврат – карточка, сделал человек комментарий отзыва – карточка, обратился к нам с вопросом какой-нибудь inquiry – карточка, и у менеджера службы клиентов очень легко, у него карточка, есть входящие карточки, карточки в работе, карточки сделаны, и карточки сделаны, потом еще у нас переходит в карточки обработка до позитивного отзыва, то есть, смог ли человек из негативного отзыва превратить его в позитивный. То есть вот такая плавающая доска по Kanban-системе. На самом деле мы сейчас очень углубляемся сильно в Kanban-системе, я ее для себя принял. И мы сейчас используем новую Туловину. Новая Туловина, ну как новая, она относительно новая, она и в российском есть интерфейсе, и в Америке она тоже сколько-то представленная. Ей используются там некоторые банки, там Dodo Pizza, еще какие-то системы, это называется Pyrus. Вот, в презентации она будет. То есть в чем у нее плюсы? Первое, она позволяет автоматизировать много процессов без программирования. То есть там не надо ничего программировать, уметь, просто надо изучить этот Тул. Например, что он умеет делать? У нас там многие процессы абсолютно на этом сточены. Например, разработка товара. Есть у нас такой процесс, как разработка товара. Он в себе, что он в себя включает? Он в себя включает поиск ниши и конкретно товара. Он в себя включает коммерческий расчет по этому товару, по какой цене мы можем продавать комиссии и так далее. все эти методы, он в себя включает изучение интеллектуальной собственности, он в себя включает разработку дизайна этого товара, сбор образцов по этому товару, наоборот, точнее, сбор образцов, потом разработку дизайна, доработку этого товара и так далее. Так вот, что позволяет Pyrus? Pyrus позволяет соединить всех членов команды, которые за это отвечают. Допустим, маркетолог отвечает за поиск ниши. Маркетолог нашел нишу, вставил определенный файл, нажал кнопку ОК, Pyrus передает эту информацию к ресерчеру-логисту. Ресерч-логист изучает отзывы и находит производителя этих товаров и делает коммерческий расчет. Он сделал коммерческий расчет, нажимает ОК, эта задача автоматически улетает к менеджеру. У менеджера задача проверить на интеллектуальную собственность. Менеджер обращается к юристу, юрист проверяет на интеллектуальную собственность, менеджер нажимает ОК и так далее. То есть, это настраиваемая система, которая позволяет автоматизированно, чтобы задача переходила от одного человека к другому. Есть настраиваемые формы, это формализованный такой процесс получается, в котором задача от одного к другому человеку улетает. Там можно делать переписку, вкладывать файлы и так далее. То есть, вот такая вот система, которая это делает. Это основное преимущество, не во всем могу плюсы, сейчас и минусы, конечно, я назову этого всего. Но основной плюс этой программы в том, что без автоматизации она позволяет настроить вот такую вот классную пересылку. Вот. Второй плюс это то, что русскоязычная и практически мгновенная поддержка. То есть, я больше 15 минут, там, 20 никогда не жду, чтобы мне ответят. Я какой-то любой вообще вопрос технический, там, какой-то проблемный, какой-то процесс выстроения процессов. Я этот вопрос задал, мне прилетел ответ. Мне нужно, я созвонился с ними, мне показали, как там, что необходимо сделать. Очень часто я получаю, правда, ответ, что, ой, наша система это не предусматривает, извините, до свидания. Но бывает, ну, на 80% мои вопросы решаются. Я что-нибудь задал, мне мгновенно практически прилетает ответ, очень классно. Вот. Там есть много аналитики. То есть, вот то, о чем я вам говорил до этого, как мы оцениваем скорость работы кастомер-сервиса над задачами. То есть, аналитика в пирусе позволяет посмотреть, сколько на каком этапе времени проходило до ответа человека на вопрос. Это позволяет нам понять реально, у кого задерживалась задача дольше, у кого меньше, на каком этапе она, сколько времени провела, и провести некую среднюю аналитику, где у нас есть слабые звенья, где у нас слишком медленно проходят процессы, где нам нужно либо человека там добавить, либо этого мотивировать человека, либо задач меньше выставлять и так далее. То есть она позволяет несколько анализировать вот эти цифры. Ну и она через Zapier интегрирована, на самом деле, с некоторыми сервисами. Конечно, здорово под российские маркетплейсы проходят, потому что через Zapier там даже не нужно заходить в интерфейс маркетплейса или в почту, никуда. Можно в Zapier переписываться с клиентом, и клиенту будет в его интерфейсе приходить ответ. От клиента будет приходить там новый вопрос, и мы его в интерфейсе паруса будем видеть. О минусах этой программе у нее реально не хватает наглядности. То есть там в Trello картинки вставил, все красивенько, живенько, все очень видно, интуитивно, очень здорово. То есть мне этого чуть-чуть не хватает, я люблю за всегда красоту, за хорошую представленность. В парусе такого нет. Ну и автоматизация все равно постоянно требует отладки. То есть это такой непрерывный процесс, но правда он и занимает. Когда ты вот, я изучил этот пайрус, отладка какой-то, какого-либо процесса прям в считанные минуты занимает. За минуту-две я могу любой процесс отладить, поменять маршруты, убрать одного человека, доставить другого. Ну или там, допустим, удобно, что не человек, а роль. Мы ставим роль, например, ресерчер, да, и подключаем к него человека. Это ресерчер участвует там в 20 процессах. Ресерчер этот уволился или ушел в отпуск. Мы вместо этого ресерчера поставили другого человека, и все, нам больше ничего не нужно делать. Теперь он в этих всех ролях участвует. То есть это достаточно интересно. Вот, собственно говоря, что о пайрусе. Если говорить из пайруса, можно выгружать данные точно так же. То есть для того, чтобы мы пользуемся селербордом, для того, чтобы в селерборд выгрузить внешние расходы, мы эти все расходы проводим через специальную форму в пайрусе, все расходы абсолютно проходят согласование, да, и раз в месяц просто менеджер у меня берет, выгружает эти данные в нужном формате, ну, в таблице в экселевской, и подгружает эту таблицу в пайрус, для того, чтобы эти расходы подвязались, ой, простите, в селерборд, для того, чтобы эти расходы подвязались и учились там в результатах. Вот, собственно говоря, наверное, все. Ну, в целом, в целом о пайрусе, да и вообще, в целом, наверное, достаточно я вам рассказал. Понимаю, что говорящую голову сложно слушать без презентации, без слайдиков, без дополнительного, но вы все это получите, увидите в группе. Вот, обещали все это выложить, поэтому все это увидите. Теперь готов пройтись по всем вопросам с самого начала. Давайте посмотрим, что вы там спрашивали, и на все отвечу. Так, Саша Ховалев, найму тебя менеджером. Окей, я синус 33 градусов, Саша. Вот сейчас вот не вспомню, но подумаю я над этим вопросом, окей. Так, вопросы, вопросы, вопросы. Как называется книга? Александр спрашивает. Владимир, спасибо за ответ. Да, Фредерик Лавов, открываю организацию будущего. Прикольно, очень книжка. Чуть-чуть расшифрую. Мне после, особенно после моей военной карьеры, всегда не нравилось вот такой авторитарный стиль управления. А здесь совершенно кардинальный стиль компании, начиная от каких-то некоммерческих организаций, медицинских там организаций до производства, там, по-моему, в Соединенных Штатах. Компания, которая производит более 50% всей томатной пасты там для кетчупов и так далее. Какие-то заводы, которые производят медицинские, ой, медицинские, медные какие-то изделия и так далее. Я очень деялся, что есть организации, которые управляются без менеджмента, практически без менеджмента. То есть, вот есть команда от там 5 до 12 человек, микрокоманды, и весь бизнес состоит из микрокоманд, в которых полностью управляется все. И нанимается персонал изнутри этой команды. И зарплату они сами себе выставляют. И проблемы все внутри самостоятельно лишают. Каждый выбирает, чем ему заниматься и так далее. Я понимаю, что это для многих, и для меня какое-то время назад звучало как абсолютный бред. Но я в это сильно поглубляюсь. И я по-любому это реализую. Рано или поздно по-любому это реализую. Мне очень понравилась эта идея, когда человек счастлив на своем рабочем месте. Он полностью отдается своей работе. Он делает то, что он хочет. За него никто ничего не решает. Он сам мотивирован приносить максимальный результат. Мне кажется, это вообще вот такой некий сдвиг человечества. И это будет очень здорово. Так, Стас спрашивает. Денис, сколько PL продуктов команда сейчас, которая обработает команда? Ну, PL продуктов на Амазоне в США у нас, учитывая вариации, там 11 штук. Вот. В Канаде 4 в Британии, 4 в Австралии, там 1. На российских маркетплейсах у нас 30, там уже с копейками товаров. И это разные совершенно вещи. Кроме этого, мы еще и, моя же, ну, вместе мы со своей командой, когда у нас есть время, а времени у нас практически не бывает, мы иногда к нам обращаются люди, мы подбираем кадров. Это немного, это прям единицы людей, там, в месяц или в квартал. Мы действительно подбираем людей. Вот по своим вот этим требованиям, потому что у нас все заготовки есть, для нас это прикольно. Мы не только подбираем, мы можем под определенный должность даже научить человека, чтобы вы получили готового кандидата. Это не потоковые вещи, это такие, ну, совершенно, там, индивидуальные вещи, когда обращаются, говорят, нам надо закрыть какую-то вещь. Если у нас есть время, мы делаем такие штуки. У меня два человека в команде, которые бывшие рекрутеры. Кроме меня, мне саму интересна жуткая чара, я всегда в это погружаюсь, у меня есть два рекрутера, которые мне просто на это подбили и говорят, да давай, давай, у нас же вон все есть, давай будем это делать. Ну, окей, давайте будем это делать. У нас уже есть люди, которым мы вполне успешно подобрали людей. Я бы сам все этих людей бы взял, вообще крутые кадры. Иногда прям получается так, что отдавать не хочется, но отдаем, как бы, вот, такие вещи. Команда у нас сейчас пять человек, Анастасия спрашивает, вот, пятером это делаем. Ну, мы сейчас драматично расширяемся, мы, правда, нам, мы понимаем свои тонкие места, мы выстраиваем процессы в виде канбана. Вот, мы прям последовательно смотрим на те проблемы, которые у нас есть. Мы ищем узкие горлышки, мы ищем блокеры, которые не дают нашим задачам современно продвигаться от пункта в пункт. Ну, вы понимаете, что Private Label это достаточно, ну, достаточно горизонтальная вещь. Нашел нишу, подобрал товар, заказал, привез, повез, привез, продвинул, там, заказал определенное количество отзывов, сделал промоушен, рекламу, там, и так далее. Это вообще такая вот горизонталь действий. И вот здесь вот мы сейчас начали понимать, где у нас реально узкие горлышки. На это сейчас будем больше и больше людей набирать. Вот два человека у нас сейчас в поиске. Это не говоря оффлайн, у меня еще есть серьезный опыт, там, больше 10 лет я занимался оффлайн бизнесом, построением дистрибуции. У меня страшное желание это сделать, руки просто не доходят. Еще и на оффлайн сейчас будем набирать людей. Короче, планы очень достаточно интересные. Так, Виталий, Денис, реально построить команду по вашей схеме, но удаленно, или важно контролировать ежедневно в офисе? Виталий, я вообще оффлайн, я точно знаю, что в оффлайне эта команда работала бы насколько-то эффективнее, да? Когда ты по плечу человеку похлопал, там, привет, Вася, как дела, давай, что у тебя, какие есть проблемы и так далее, когда ты каждый день смотришь в глаза, это эффективно. Но мы команду устраиваем удаленно, у нас нету никого в офисах, у нас вся команда удаленная, и мы будем выстраивать команду удаленно дальше. Это один из наших принципов, который, как я вам сказал, у нас есть принципы, цели и миссия компаний. Мы, там есть такая большая буква «не», и то, что мы не делаем, там есть нет, нет оффлайн-офиса. У нас не будет оффлайн-офиса, по крайней мере, в ближайшем каком-то обозримом будущем. Мы выстраиваем команду удаленно, мы к этому подходим в современном стиле, и абсолютно я считаю, что это можно выстраивать. Да, это сложнее, чем оффлайн, да, блин, вот прямое взаимодействие с человеком, есть прямое взаимодействие с человеком, потому что, вот я сейчас вам рассказываю, очень большой процент коммуникации теряется, я не помню уже, где я читал, но вот представьте, что до 50% коммуникации сейчас потерялось, вот реально, около того. Да, если мы вот отключили, отключили видео, там до 60% коммуникации бы потерялось, потому что мы не видели. То есть, вот какие-то невербальные знаки, какое-то вот это вот понимание, ощущение энергетики, его дистанционно не построить. Это такой наш лупхолл с вами, это реальная проблема онлайн-бизнеса. Ну, насколько-то она решаема, поэтому, тем более сейчас мир, ну, вы видите, куда он идет, он точно, блин, нам в руки идет с вами, он идет точно в онлайн, и грех этим не воспользоваться. То есть, можно построить, вопрос, окей. Гороскоп, у меня есть значение, Максим. Максим, до такого момента, мы, конечно, прикольный вообще вопрос. Я раньше вообще думал, что это все бред, сейчас беру вообще свои слова обратно, ничего это не бред, как мне сейчас кажется. Я думаю, что если у вас есть специалист, которому вы доверяете, или вы сами разбираетесь в этом настолько, что вы, блин, понимаете в гороскопе, и насколько сочетаемы знаки гороскопа, я бы точно, мы, короче, в этом не специалисты, но я в это верю. Вот, я в это верю, что если вы еще и по гороскопу человека проанализируете, подходит к вам или нет, то, блин, круто. Почему вообще нет? Надо пользоваться такими вещами. Если даже напишите, если вы в этом, в личку мне, если вы в этом круто разбираетесь, мы это сто пудов применим к себе. Так, следующий, Виталий, еще вопрос. На какие позиции следует нанимать людей для Amazon Private Label первоначально, что изначально необходимо делегировать, на ваш взгляд? Виталий, вопрос вообще крутой. Вот. Значит, зависит, конечно, от каждого человека и от должности, от того, что вы хотите получить. Такой, конечно, не очень популярный ответ в плане воспринимаемости, восприятия. Вот. Но я бы, вот как я, я нанимаю на то, что я уже сам прошел и я готов делегировать. То есть, может быть, вам интересно заниматься ресерчем, но вы такой человек, что вам прикольно самому заниматься ресерчем. Окей. Ну, начиная, опять же, начиная бизнес сначала, мы начинаем с ресерча, да. Если мы об Amazon бизнесе говорим, мы говорим о ресерче. Но, с другой стороны, мне вот, я нашел там порядка там 150 сначала товаров, и мне вот так вот этого хватило. И я понял, что, блин, все, это, короче, уже не мое. Вот этот весь алгоритм в печенках у меня сидит. Я не хочу это делать, я хочу туда нанять человека. Так. Кому-то так подойдет. Кто-то, окей, буду ресерчить сам, но в рекламе, блин, я не математического склада ума. Мне вот эти цифры совмещать, сетяры, конверсии, там, трафики и прочие-прочие вещи, ну, вообще просто не мое. И я найму лучше человека. Но нельзя попадаться на такую вещь. Нельзя нанимать человека, когда, ну, как по мне, так нельзя нанимать человека, когда вы совсем не разбираетесь в теме. Насколько-то в теме нужно разобраться. Настолько, насколько, вот, в теме нужно разобраться, пока вы понимаете, KPI, как только вы понимаете KPI, как только вы понимаете основные точки, которые нужно контролировать в этой должности. Вот, как только вы в этом разобрались, можно нанимать на этого человека. И нанимать можно, ну, в любой момент, конечно, рекомендовано сначала один товар. Вот, Виталий, один товар точно надо запустить самому. Вот, как бы, моя рекомендация, реально, один товар запустить самому, полностью прожечься им, попробовать, там, что-то прокосячить несколько раз, там, везде денег перетратить, там, везде понять, какие болевые точки, подводные камни и так далее. Все вот это вот пройти самому и уже со второго товара можно уже, наверное, начать о том, чтобы задумываться. Ну, для кого-то не так приемлемо, для кого-то приемлемо сначала заработать на то, чтобы начать, для того, чтобы нанять людей. Поэтому, ну, может, надо заработать сначала. Просто, ну, два, три, там, четыре товара нормально начать продавать, чтобы они начали приносить прибыль. Я вообще не склонен нанимать, когда есть один успешный товар и вообще делать выводы какие-то, когда есть успешный товар. Это может быть, блин, реально попал. Очень часто может быть, что маленький процент людей с первого товара прям супер попадает и начинает зарабатывать. Я знаю, что в этом даже чате есть люди, которые это сделали, но это очень маленький процент людей. Поэтому это не паттерн. То есть пока мы не превратим это в систему, мы не должны воспринимать это как система. Вот, поэтому можно нанимать так, как... Ну, есть общее, бытует общее мнение, что там три-четыре товара, там пять товаров, и можно нанимать людей. Ну, окей, можно так воспринимать. Хотя, я говорю, я вот чувствовал по себе, я начал нанимать, когда у меня еще вообще не было успешных товаров. Я начал нанимать людей, когда у меня успешных товаров. Когда там многие люди потратили там 10 тысяч долларов на товары, я потратил уже 10 тысяч долларов на инвестицию в людей. И получил обратную связь от людей. Но, с другой стороны, я и выстраиваю бизнес таким образом, чтобы не от меня все зависело. Ну, Виталий, молодец, молодец, что прожег, я вижу обратную связь. Отлично, прожег получил, без прожега тоже никуда, Виталий. То есть, что вы думаете, что никто не прожег, вы думаете, что никто не провалился? Да все, абсолютно все, все успешные люди проваливаются. Я столько проваливался, я не считаю себя успешным амазонщиком. Ни в коем случае не считаю вообще. Потому что у меня было столько провалов. И я от них столько вот встаю, мне кажется, до сих пор, что, блин, ну это круто. Когда без отрицательного опыта не бывает положительного опыта. Без поражений не бывает побед. Это абсолютно точно. Надо просто встать, отряхнуться и идти дальше. Все окей, Виталий. Но если вы понимаете, почему вы провалились, это очень круто. Если вы понимаете, почему вы провалились, если вы понимаете, откуда ноги росли в вашем провале, если вы все проанализировали и готовы идти дальше. И готовы это доверить кому-то, объяснить это таким образом, чтобы человек понял ваш фейл. Окей, нанимайте человека на эту вещь. Если вы прошли это несколько раз, и у вас там есть реальная экспертиза, сделайте это. Я всегда мечтаю, может быть, когда-нибудь проведу, и может быть, кому-нибудь намек на это сделаю, кто-нибудь организует. Вот много у амазонщиков берут интервью, типа, как вот я сейчас даю интервью, а как это сделать, успешный успех и так далее. Я мечтаю сделать канал, и может быть, когда-то, правда, дойдут руки. Вот обо всех фейлах. Буду всех амазонщиков собирать, у кого были фейлы. Неважно, ушел он из бизнеса или в бизнесе. Даже не о успехах говорить, потому что вы знаете, что успехи, они не типичные, а ошибки, они типичные. То есть учиться на чужих ошибках гораздо круче, чем на чужих удачах, успехах. Это вот такой важный момент. Виталий, сори за, может быть, какой-то там достаточно размытый ответ. Если надо, отвечу в личке, пожалуйста, пишите, звоните, короче, расскажу. Ваня, визуально до 80% оставляется. Спасибо, Вань, увидел сейчас тоже у себя вот тут вот инфу, что до 75%. Возможно, да, возможно, окей. Но точно информация теряется от каждого канала. У нас есть аудиальный канал, вербальный канал, визуальный канал и так далее. От каждого канала какой-то процент теряется. Вот. Собственно говоря, вопросы закончились. Если вопросов больше нету, там 5, 10, 15, 30 секунд жду. Если вопросов больше нету, всегда открыт. Пишите, если у кого-то прям горит с наймом людей. Не факт, что мы прям сразу возьмем и поможем. Но мы реально кому-то уже помогаем в этом. Кому-то можем помочь. Если есть ресурс, мы обязательно за это возьмемся. Вот. И надо, если нанять крутых специалистов, мы обязательно включимся и это сделаем. Потому что крутые спецы есть. Особенно сейчас крутые спецы есть за адекватные деньги. Ну, как адекватные деньги. Ну, вот, чтобы вы понимали, в последний раз мы нанимали людей. Где-то, ну, в районе 500 долларов стоит, можно найти хорошего человека. 500 долларов оклад и плюс, там, 30% бонус. Это будет хороший человек, достаточно, там, замотивированный, крутой, который будет работать, развиваться вместе с вами. Да, если найти надо суперперца, оно чуть дороже. Ну, вот, в рамках таких цифр. Вот. Все. Всем спасибо большое. Пишите, звоните. У крутых вам людей, если вы все это будете делать вот так, как я писал. Даже не сомневаюсь, вы получите реально офигенных, вообще, офигенных кадров. И это надо делать. Без кадров мы далеко не уйдем. Вот. Все. Всем спасибо. А, еще есть вопрос. Какая ставка у бренд-менеджера? У бренд-менеджера, который листинг-менеджер. Я правильно понимаю, Юрий, да? Вот. То есть, бренд-менеджер, то же самое. Вот. Бренд-менеджер, ну, от 500 долларов надо взять человека. Мы не берем людей, которые, ну, типа с опытом, понимаете, там, амазонщики, у которых опыт есть, и которые начинают, там, нос крутить, там, у нас, там, тысяча долларов, там, и выше, и так далее. То есть, мы берем людей, у которых есть огромное желание, у которых есть черты характера и потребность на то, чтобы это все, чтобы работать и чтобы развиваться дальше. Мы берем людей, которые готовы к тому, чтобы вдохновляться, получать новый опыт и все это делать. У бренд-менеджера ставка та же самая, начиная от 500 долларов и с мотивацией плюс 30 процентов. Но это вы должны понимать, что такого человека, как только вы его научите, и он начнет у вас классно работать, он будет работать за эти деньги, но через год он может увидеть, насколько, какая мотивация в иностранных компаниях каких-нибудь. Я там подписан на пару групп в Телеграме, где HR, Амазон, агентства всякие подбирают людей, там, в Англии, в Британии, в Америке и так далее. И там совершенно другие цифры. Поэтому зарплата должна индексироваться относительно заслугам человека. Вот, если человек приносит вам адекватно, серьезную прибыль и внес в вашу компанию хорошие изменения, вы должны точно его здорово мотивировать. Как по мне, вот я сейчас вижу, и мы там выстраиваем по новому мотивацию, о котором я еще не рассказывал, когда-нибудь расскажу. У нас сдельная есть, в том числе для вот бренд-менеджера, есть сдельный способ оплаты. Как по мне, от 500 и до 1500 долларов. Вот такой разбег на бренд-менеджера, чтобы он постоянно у вас работал и развивался. Вот такой вот, собственно говоря, Юрий ответ. Так, Назар, спасибо, тебе тоже спасибо, ты еще как вдохновляешь тоже. Оксана, спасибо, интересно. Саша, привет. Сергей, привет. Всем спасибо. Олег, Юрий, Виталий, Стас. Все, всем спасибо огромное, счастливо. Пишите, звоните. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok